Уважаемая Елена, большое спасибо, что согласились дать интервью к гражданскому форуму ЕС-Россия. Скажите, пожалуйста, организация «Общественный контроль», которая вторая организация в Петербурге правозащитная, которая была создана после солдатских матерей Петербурга, какие сейчас проекты, какие актуальные вызовы стоят перед вашей организацией? Организация называется «Гражданский контроль» и была создана в 92-м году. И с тех пор, как мы создавались, прошло все-таки 24 года уже, когда только возникла идея в организации, она была обусловлена тем, что Россия стала членом международного сообщества, приняла на себя обязательства по защите прав человека. Но люди в государственных органах, они, собственно говоря, не поменялись. У нас возникло большое, как мы теперь видим, обоснованное подозрение о том, что они вряд ли будут способны работать в новых демократических условиях. Поэтому была создана организация для, собственно, гражданского контроля. Затем, как российское правительство исполняет взятые на себя обязательства в области прав человека. Где-то, наверное, к 2000 году мы поняли, что хотели бы сконцентрироваться на одном основополагающем праве, это право на справедливое судебное разбирательство, потому что все мы убеждены, что как только в России появится независимый профессиональный суд, с этого момента все остальные проблемы в области прав человека рано или поздно разрешатся, потому что наконец появится тот инструмент, с помощью которых их можно будет решить. Ну а что касается сегодняшнего дня, то мы по-прежнему занимаемся этой темой. Заниматься ею, конечно, сейчас довольно трудно. Мы стараемся больше работать с адвокатами и с журналистами, которые пишут на правовые темы. Много работаем с молодыми активистами, которые заинтересованы в правозащитной деятельности и хотят как-то профессионализироваться в этой области. Передаем им свою экспертизу, осуществляем независимый мониторинг судов, судебных процессов, сайтов судов. Так что, в принципе, конечно, тяжелее, чем, скажем, в начале 2000-х, но мы стараемся продолжать свою деятельность и миссию, и не менять, и, конечно, масштаб своей деятельности тоже не уменьшать. Это главная задача. Сейчас и вызов, о котором вы спрашивали, сохранить и виды деятельности, миссию организации, и масштаб этой деятельности в том же виде, в котором это было до начала волны репрессий против неудачных организаций в России. Я как раз хотел спросить вас о взаимодействии сейчас с органами государственной власти, потому что прошли выборы в общественные наблюдательные комиссии. Есть проект гражданины полиции, который фиксирует, как работает полиция, как она обращается с гражданами и так далее. Вот что-то изменилось в последнее время в этой области, может быть, даже за последний год, и что там сейчас происходит. Для нас все изменилось в конце 2014 года, когда 30 декабря 2014-го моя организация была внесена в реестр иностранных агентов. Практически с этого момента все сотрудничество с государственными органами, с чиновниками было подвращено. Когда под вежливыми предлогами, когда просто игнорировались наши обращения, письма, все совместные проекты, которые осуществлялись, скажем, с Советом Судей, они тоже были остановлены. Таким образом, в этом отношении мы были вынуждены искать другие пути. Некоторые государственные служащие продолжают с нами сотрудничать, но на личном уровне, что, конечно, гораздо более нестабильно и неудобно, чем официальное сотрудничество. Участие в таких компаниях, как гражданин полиция, эта компания проводится уже несколько лет подряд летом, для нас практически единственная возможность вступить во взаимодействие с органами внутренних дел, потому что она проводится централизованно, благодаря Московской хельской группе, которая сумела договориться с Министерством о проведении такой компании во многих субъектах Российской Федерации. Мы можем в ней участвовать только как привлеченная Московской хельской группой организация. Когда мы пытаемся выйти по собственной инициативе на сотрудничество с Главным управлением внутренних дел по Санкт-Петербургу, мы бьемся просто в закрытые двери, никаких связей не удается установить. Последний пример, который демонстрирует, что не хотят видеть власть, придержащие независимые гражданские организации в каких-то органах и комиссиях, это выборы в общественной наблюдательной комиссии. Мы видим по тому составу, который есть, по крайней мере, по Санкт-Петербургу, что ни одна из организаций, заинвестированные в качестве иностранного агента, кандидаты, предложенные этой организацией, не были включены в состав ОНК. Замечу, что был в свое время предложен проект закона, по которому в члены ОНК организации, зарегистрированные в качестве иностранных агентов, не могли выдвигать своих кандидатов, но он так и не был принят. То есть, собственно говоря, тут мы видим саму цензуру, общественную палату в данном случае, в которой совершенно необязательно наличие закона, для того, чтобы не допустить нежеланные организации в состав общественной наблюдательной комиссии. Ну вот вы говорите о тех трудностях, с которыми вы сталкиваетесь в связи со статусом вашей организации как иностранного агента. То есть, стигматизация все-таки происходит, несмотря на... В чем она проявляется, может быть, более подробно вот об этом. То, что вы не можете участвовать, ну, то есть, даже не на основе закона, да, а просто по каким-то, вот, по каким-то внутренним причинам, да, по внутренней самоцензуре в общественных наблюдательных комиссиях и так далее, да, вот какие еще прелести иностранного... вот законодательства об иностранных агентах вы испытали на себе? Наша отчетность перед государственными органами увеличилась в 8 раз. Если раньше, когда мы еще не были иностранным агентом, мы подавали только один отчет в год, то теперь мы подаем 8 разнообразных отчетов. Кроме того, нас постоянно проверяют различные надзорные органы, начиная от прокуратуры, заканчивая пожарной инспекцией. Слава Богу, нам удалось отбиться от штрафов. Ну и, конечно, компания, пропагандистская компания, которая развязана на телевидении, она направлена в том числе и в мотив нас. К нам приходили попытки снять какой-то компрометирующий нас материал представителей разных не очень хороших передач. Особенно учащаются их визиты после того, как, например, мы встречаемся с нашими зарубежными партнерами. Это немного неприятно, но к этому постепенно привыкаешь. Сегодня, 21 ноября, 4 года, с тех пор, как было принято законодательство об иностранных агентах, и теперь можно сказать, что действительно это законодательство используется в репрессивных целях. Какие ваши прогнозы на будущее? Что дальше будет происходить с этим законом? И что вы, как организация, собираетесь делать? Мы собираемся продолжать бороться, продолжать свою работу. Мы не считаем, что этот закон можно и нужно менять. Мы считаем, что само его существование нарушает наши права, равно как и существование закона о нежелательных организациях, направленного против наших партнеров, традиционно поддерживавших правозащитное движение в России. Мы считаем, что власть делает большую ошибку, развязывая такую фактически войну против гражданского общества, потому что в условиях отягчающихся социально-экономического положения в стране фактически институты гражданского общества являются такими медиаторами, которые способны снять напряженность, разрешить конфликты. А когда против этих институтов развязана война, то им очень трудно развиваться, они не смогут сделать этого, не смогут снизить напряженность и разрешить конфликты. И это неминуемо приведет к противостоянию между институтами власти и гражданами. Продолжение следует...